В последнее время игры в жанре хоррор пытаются пугать игрока в основном только скримерами, то есть внезапно появляющимся страшным лицом или объектом, сопровождающимся при этом громким звуком. Чаще всего таким способом промышляют разработчики инди-проектов. Или же нас пытаются напугать чувством омерзения, демонстрируя различные ужасы, будь то расчленённые тела или не самые приятные обстоятельства, в которых приходится побывать главным героем. По этому пути пошли относительно недавно вышедшие Resident Evil 7 и Outlast 2. Однако, среди игр этого жанра есть и та, в которой эти элементы сведены к минимуму, взамен она предлагает испытать на себе жуткую, безысходную, но от того не менее интересную историю о гибели человечества. При этом эта игра поднимает крайне важные философские темы – что же такое человеческое сознание, что определяет личность и в конце концов, что делает человека человеком. Кроме этого, она не забывает показать свою версию развития искусственного интеллекта. Всё это представлено в игре Soma. Итак, присаживайтесь поудобнее, это Ликорис и мы попробуем обсудить все эти вопросы. Для начала стоит сказать пару слов о самой игре. Soma – это игра в жанре survival horror, которую разработала студия Frictional Games и выпустила в 2015-м году. Как я и сказал, в игре присутствуют стандартные методы воздействия на игрока. В ней есть монстры, которые время от времени становятся препятствиями главного героя на пути к его цели. Эти монстры делают всё, что в их силах, чтобы напугать. Мерзко выглядят, издают жуткие звуки, бродят в кромешной тьме и страшно убивают вас, если вы на них наткнетесь. На самом деле они даже наоборот слегка портят игровой процесс, замедляя прохождение игры и поиск ответов на вопросы. Хотя при этом стоит учитывать, что после столкновения с ними простое общение с другим человеком становилось чем-то невероятно облегчающим и приятным. Поэтому они всё-таки сыграли свою роль. Только вот не это всё-таки делает игру страшной. Действительно пугающую эту игру делает упор на психологические и философские аспекты. По мере прохождения игрок будет находить множество зацепок в виде аудиокассет и записок, а также встречать некоторых персонажей, раскрывающих суть происходящего. Если вкратце, то события игры разворачиваются в исследовательском центре Pathos 2, расположенном на дне Атлантического океана в начале 22 века. Главный герой по имени Саймон попал в аварию в 2015 году и получил серьёзную травму головы. Он отправляется на экспериментальный метод сканирования мозга, после которого обнаруживает себя на этой станции. На ней он встречает машин, которые ведут себя в точности как люди, обезумевшего ИИ и попутно узнает, что работники этой станции – единственные выжившие представители человечества на Земле, поскольку на её поверхность упала комета, уничтожив всех остальных. Всё это задаёт тон повествования истории и создаёт атмосферу ужаса. Но по-настоящему впечатляющими произведениями жанра ужаса, будь то книга, игра или кино становятся те, которые не просто пугают или заставляют вас вздрагивать, а те, что могут предложить вам совсем иной уровень дискомфорта. Такие произведения должны заставлять вас думать, копаться в сознании, оседать в голове и, возможно даже, заставлять сомневаться в вашем мировоззрении. Может быть, вы начнёте бережнее относиться к собственной жизни и перестанете ею пренебрегать, опасаясь вдруг быть похищенным безумным маньяком. Или пересмотрите своё отношение к любви и тому человеку, к которому её испытываете. А может, начнёте бояться клоунов. За каждым таким произведением будет стоять интересная и достаточно проработанная история со своим жутким финалом. Они хороши не потому, что предлагают новую концепцию мышления или чего-то подобного, а потому, что ставят игрока в тяжёлые ситуации, при которых он должен начать задаваться тем или иным вопросом и получать собственные ответы на них. В случае Сома, эта игра обращается к вам с вопросом о том, кто же вы такой на самом деле? Главным аспектом в этом вопросе стало понятие называемое загрузкой сознания. Давайте не будем вдаваться в технические подробности этого феномена, а просто попытаемся порассуждать на эту тему взяв за основу события, происходящие в игре Сома. Итак, что же обозначает этот термин? Загрузка сознания или перенос сознания – это гипотетическая технология сканирования головного мозга, позволяющая перенести сознание человека в другую систему, цифровой носитель или даже какое-нибудь искусственное тело. Именно это и является лейтмотивом игры Сома. Страдающий головными болями главный герой по имени Саймон Джарретт из Торонто соглашается на новое экспериментальное сканирование мозга, после чего мгновение спустя обнаруживает себя на подводной исследовательской станции. Через какое-то время в игре выясняется, что уже наступил 2104 год, а Саймон из 2015-го умер спустя месяц после сканирования. Саймон номер два же является копией, сознание которого находилось на цифровом носителе и было загружено в специальный чип, впоследствии соединённый с новым телом. Именно здесь и начинают возникать первые вопросы. Где же всё-таки проходит та грань, что определяет человеческую сущность? Если кто-то ведёт себя как человек, испытывает свойственные ему эмоции, говорит как человек и ощущает себя соответствующе, но при этом не обладает человеческим телом, то можно ли сказать, что это существо человек, а не, например, машина, запрограммированная моделировать такое состояние? Сома эксплуатирует эти философские темы и конфликты, делая их основой для создания загадки, которую разгадывает игрок по ходу игры. Игра очень грамотно задаёт фундаментальные вопросы один за другим и дают вам время не спеша о них поразмыслить, иногда только корректируя направление ваших мыслей. Сома тактично воздерживается от того, чтобы делать какие-то выводы за игрока и не говорит, какие из них правильные, а какие нет. Давайте вернёмся немного назад. Очнувшись на станции, Сэммон вскоре натыкается на некоторых роботов, которые считают себя людьми. Позже выяснится, что один из них – это копия одного из сотрудников этой станции, чьё сознание оказалось в машине. Это существо, замкнутое в искусственной оболочке, имеет чувства и эмоции, оно испытывает боль, слышит игрока, имеет личность, верит, что оно является человеком, отвечает на вопросы так же, как и его оригинал, ведёт себя так же, как и оригинал и даже обладает теми же воспоминаниями, но всё же. Даже зная это, мы инстинктивно не будем воспринимать его как реального человека, ведь это просто робот, правда? Концепция загрузки сознания содержит в себе множество парадоксов. Многие ответят по-разному на вопрос о том, что же определяет человека. Наверное, большинство скажет, что душа, ведь это главное в людях и именно одна из них и делает тех, кем они являются. В таком случае клон или ваша цифровая копия не будут являться живым человеком с точки зрения философии, потому что душу нельзя смоделировать или перенести на другой носитель. Хотя это и очень странно. Почему она может быть связана с органической нейросетью, но не может быть связана с электронной? Ну да ладно. Те же, кто не верят в душу, скорее всего придут к следующему выводу. Они будут утверждать, что сознание, личность или то и другое вместе являются основой человеческой сущности. Но в таком случае интерпретации по типу «одна и та же личность существует в нескольких местах пространства одновременно», будут восприниматься как абсурд, так как двух абсолютно одинаковых сознаний быть не может. Из этого следует, что клоны не могут быть вашими копьями. В этом случае они отчасти полноценные люди, так как все клоны и в том числе и оригинал будут признаваться равнозначными на момент создания, развиваясь в дальнейшем по своему пути как близнецы. Определённо этот робот понимает нас и может адекватно изъясняться. Кроме того, он прекрасно помнит своё прошлое, понимает, в каком он находится настоящем и чувствует своё будущее ибо просит привести к нему врача. Даже тест Тьюринга, эмпирический тест, который заключается в том, чтобы машина смогла сымитировать человеческое поведение и ввести в заблаждение человека, с которым общается, этот робот бы прошёл на ура. Из чего следует, что он является отдельной личностью и обладает самосознанием. И если человек определяет личность, то выходит, что этот робот по имени Кларк Семкин может называться живым существом? Трудно сказать. Проблема в философии в том, что она не даёт ответов на вопросы. Вместо этого она только генерирует новые проблемы. Окей, допустим, мы разобрались с тем, что клон или цифровой образ всё же являются отдельной личностью. Но что же тогда вообще определяет сознание и эту самую личность? Если не опираться на различные психические и философские трактовки этого термина, а попытаться дать свой собственный ответ, то очевидным выводом для многих станут воспоминания. Ведь, согласитесь, именно они определяют поведение, в той или иной степени, и предложительность жизни человека. То есть, вот вам банальный пример. Я могу помнить все свои 20 с лишним лет, с самого детства и до теперешнего момента, но не знать, что я всего лишь копия, которую загрузили в какое-нибудь устройство около десяти секунд назад. Кстати, смежная тема затрагивается и в фильме «Бегущий по лезвию», где репликантам, изначально искусственным людям, которые были предназначены для опасной и тяжёлой работы, начали внедрять воспоминания, тем самым сглаживая грань между человеком и искусственно созданной жизнью. В фильме «Остров», например, 2005 года создавались клоны людей. Так вот, в нём оригинальный человек и его клон, главный герой фильма, сильно отличались характерами. В то время как оригинал был достаточно дерзок, высокомерен и эгоистичен, его клон обладал противоположными качествами и не раз рисковал жизнью, чтобы спасти людей. А всё это из-за того, что, обладая одним и тем же телом, они росли в абсолютно разных жизненных условиях, формируя отдельные личности со своими особенностями. Ещё одним примером значительности памяти в нашей жизни может быть история человека по имени Скотт Болзен. В 45 лет он поскользнулся и ударился головой. Да так сильно, что, когда очнулся, не помнил вообще почти ничего, не узнавал жену, детей и не мог вспомнить их имена. У него остался только определённый тип памяти, например, когда ему давали зубную щётку, он понимал, как ей пользоваться, но не знал, как она называется и не помнил, как пользовался ей ранее. Так же спокойно он мог плавать и кататься на велосипеде. По его ощущениям, он описывает это как «Я просто родился в теле этого человека и это пришлось принять. Я будто занял чью-то жизнь, я не мог поверить, что я управлял самолётом или был в НФЛ. Мне оказалось, что я никогда бы такого не сделал». У него изменилось всё. Любимый цвет, вкус в еде, одежде и теперь он работает оратором. Таким образом это ещё раз подчеркивает необычайную важность памяти в формировании личности и осознании себя как отдельного индивида. Если человек теряет настолько огромное количество памяти, что становится буквально кем-то другим, тогда останусь ли я с собой, если моё тело уничтожить, а потом создать новое с теми же воспоминаниями? Переносится ли вместе с этим моё сознание или только копия? Это очень похоже на парадокс корабля Диссея. Если начать разбирать корабль по частям и потом снова собирать в другом месте, то в какой момент он становится новым кораблём? И становится ли вообще? Если старые доски использовать, чтобы создать новый корабль, то он будет оригиналом или копией. А если в теле человека в течении жизни происходит полная, многократная замена всех атомов, то остаётся ли он самим собой? Лично я считаю, что насколько бы точным не было копирование сознания, даже если эта копия сохранит абсолютно все воспоминания, это всё равно будет уже абсолютно другой человек, новая личность, пускай и созданная на основе старой. Отличным примером этого может быть момент из игры, когда Саймон, чтобы попасть на дно впадины, копирует своё сознание в новое тело. После этого, поняв, что перемещение невозможно, а только копирование, он, Саймон номер три, хладнокровно предлагает усыпить Саймона номер два. Естественно, он предлагает это из благих намерений, ведь он не хочет, чтобы Саймон номер два потом проснулся совсем один вместе кишащим монстрами. Но всё же, задумайтесь. Он предлагает убить самого себя. Того же человека, который отличается от него только тем, что он ещё не знает, что его сознание не скопировалось. Разве я смог бы совершить суицид? Но и апогеем этого безумия, безусловно, является Финал. В этот раз он копирует своё сознание на Ковчег – автономный спутник, в котором хранятся личности всех скопированных. Внутри Ковчега создаётся виртуальная реальность, где скопированные личности могут дальше продолжать существование. Он делал уже так до этого и знает, чем это закончится. Но до последнего отказывается верить в то, что он останется здесь, на дне Атлантического океана, в бездне совсем один – единственный представитель человечества. Поэтому, когда копирование завершается, Ковчег успешно запускается в космос, а Саймон наконец осознаёт, что никуда не попадёт – он впадает в отчаяние. Его спутница Кэтрин предлагает ему обрадоваться тому, что их копии попали на Ковчег и теперь спасены. Но Саймон не может смириться с тем, что это всего лишь копии. В этом и заключается главная проблема цифрового бессмертия, или же загрузки сознания, переноса или копирование сознания. Называйте, как хотите. Когда вы решаетесь скопировать своё сознание, то вы попросту его копируете. Вы остаётесь и никуда не перемещаетесь, вы не сможете жить вечно. Где гарантия, что условный Ликорис после копирования решит двигаться по тому же жизненному пути, который я себе сейчас наметил? Более того, если мы не сказать о том, что его скопировали, то он даже и не будет об этом знать, считая себя оригиналом. Самое страшное вообще то, что никто из нас не может быть уверен в своей оригинальности, как тот же Арнольд Шварценеггер из фильма «Шестой день». Да, наше прошлое определяет воспоминания, но наше будущее зависит от окружающей среды. Я и мой клон можем стать абсолютно разными людьми в зависимости от обстоятельств, которые нам придётся пережить. В этом и заключается прелесть игры Сома. Она может быть невероятно скучна геймплейно, а её монстры вас не будут пугать, но история, которую эта игра рассказывает, абсолютно точно вас зацепит и заставит думать. А может даже и бояться за свою оригинальность. Всё, что было перечислено в этом видео является чистейшей воды мысленным экспериментом, основанным на некоторых моментах из игры Сома. Сейчас это конечно же невозможно и скорее всего это даже бы не имело никакого смысла, если бы не стремительное развитие технологий. Конечно, я не учёный и даже не научпоп-блогер, но насколько я могу судить, исходя из окружающих меня новостей, в будущем вероятно могут появиться такие манипуляции с сознанием. А на этом всё, не забывайте, что это были мои личные рассуждения и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, поэтому очень жду ваши мысли по этому поводу. Если вам понравилось, то обязательно поддержите меня лайком и не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok